Т. Вашингтон-Пост, США Каждый пятый житель России хочет уехать из страны Феликс Кровацик, Гвиндолин Заси Т. Вашингтон-Пост, США 14 августа 2019 года Результат опроса, проведенного недавно Институтом по изучению общественного мнения Галаб, Галуб, Папали в заголовке российских газет, поскольку из них следует, что рекордные 20% россиян хотят уехать из страны Среди молодых россиян этот показатель оказался еще выше В возрастной группе от 15 до 29 лет Поразительное количество опрошенных заявили о том, что они хотят эмигрировать, 44% А куда они хотели бы поехать? Германия, 15% И Соединенные Штаты, 12% Стали самыми популярными направлениями, упомянутыми в ходе этого опроса Показатели, связанные с желанием эмигрировать, и реальной эмиграцией, разумеется, не совпадают, однако полученные данные свидетельствуют о широко распространенном недовольстве в России по поводу нынешнего состояния дел в стране Кроме того, молодые люди выражают свое недовольство и внутри страны Они были на переднем крае недавних протестов в Москве и требовали, чтобы независимым и оппозиционным кандидатам было разрешено принять участие в местных выборах в сентябре Протесты в Екатеринбурге в мае привели к быстрому окончанию строительства церкви в одном из парков, расположенных в центре города Масштабные протесты против пенсионной реформы в 2018 году свидетельствуют о широком недовольстве социально-экономическими условиями, а также о трудностях нынешнего режима, связанных с реализацией ожиданий общества Кто хочет покинуть Россию? Основываясь на данных проведенного исследования, мы обнаружили, что связь с человеком, живущим в другой стране или прожившим какое-то время за границей Мы называем это транснациональными связями Transnational Links – хороший индикатор того, хочет ли молодой человек уехать из России и куда он хотел бы направиться Подобного рода транснациональные связи позволяют сделать интересные выводы российской внешней и внутренней политики, что делает этот анализ весьма важной, и недостаточно обсуждаемой, характеристикой российского политического ландшафта В расположенном в Берлине центре восточноевропейских и международных исследований Zentrum F.E.R.A.S.T.E.U.R.P.E.U.N.T.E.A.L.E.S.T.U.D.I.E.N. Мы в 2018 году провели исследование, сфокусированное на молодых людях в возрасте от 16 до 34 лет В нашем онлайн-вом опросе приняли участие 2000 респондентов, проживающих в 15 городах Российской Федерации с населением 1 миллион человек и более На основе метода квотной выборки, квота бассет сумпли, были использованы данные, полученные в результате активно проводимого более широкого изучения российских потребителей А что нам известно о тех молодых людях, которые говорят о своем желании покинуть Россию Существует значительная корреляция с уже существующими транснациональными связями, предыдущий опыт эмиграции, наличие семьи или друзей за границей, поездки за границу или получение финансовых переводов от живущих за пределами России друзей или членов семьи Мы обнаружили сильную связь между поездками за границу и выбором направления в случае эмиграции, хотя наши данные не позволяют нам уточнить причинные связи данной корреляции Около 20% респондентов в настоящее время имеют международные связи со странами Европейского Союза, около 21% с другими бывшими республиками Советского Союза, 12% с Соединенными Штатами, Канадой и 6% с Азией Чем моложе человек, тем выше его, ее шанс на то, чтобы иметь транснациональные связи Более высокий образовательный уровень, а также проживание в Москве или в Санкт-Петербурге тоже увеличивает вероятность наличия транснациональных связей Но есть и другие интересные аспекты Наш анализ показывает, что молодые россияне, желающие уехать в одну из стран Евросоюза, скорее всего, не голосовали за Владимира Путина, и в основном они живут в Москве или в Санкт-Петербурге, что подчеркивает международную связанность этих двух городов Мы также отметили, что люди, обладающие более активными транснациональными связями, те, кто больше путешествовал или имеет больше международных контактов, в большей степени склонны выражать желание уехать за границу, в том числе в одну из бывших республик Советского Союза Транснациональные связи с конкретными регионами по всему миру коррелируются с указанными регионами как с предпочтительными миграционными направлениями В отличие от этого, люди с меньшим количеством транснациональных связей ограничивают свои миграционные намерениями границами Российской Федерации Есть ли более широкое воздействие на внешнюю политику? Имеют ли транснациональные связи воздействие на внешнюю политику? Наше исследование включало в себя вопрос о том, с какой страной молодые люди хотели бы, чтобы в России были более тесные отношения Чаще всего из отдельных стран упоминался Китай, 28%, затем идут Соединенные Штаты, 19% Страны Евросоюза, в целом, упоминались 19% респондентов, среди которых Германия, 7%, заняла первое место Степень транснациональной открытости, судя по всему, явно связана с имеющимися предпочтениями в области внешней политики Проанализировав различные типы транснациональных связей, мы обнаружили, в частности, что те люди, родственники которых живут в конкретной стране или в регионах, выступают за установление более тесных отношений с этой страной или регионом Наиболее явно это проявляется в отношении Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады, а также в отношении стран бывшего Советского Союза Путешествия в страны Евросоюза и в республики бывшего Советского Союза также коррелируются, независимо от других причин, с ориентацией респондентов в области внешней политики и в отношении того или иного региона Транснациональные связи и внутренняя политика А влияют ли транснациональные связи также на формирование мнения в области внутренней политики? Мы пришли к выводу, что те люди, которые имеют транснациональные связи со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами или Канадой, скорее всего, не голосовали за Путина То же самое можно сказать о респондентах с более высоким уровнем образования В целом, наличие транснациональных связей предполагает меньшее доверие к Русской Православной Церкви, к аппарату органов безопасности, к местному меру, а также, это может показаться парадоксальным, к некоммерческим организациям Почему сюда попали и НКНО? Вероятно, это объясняется, в целом, скептическим отношением к российским институтам и политике Если углубиться еще дальше, то можно сказать, что люди, имеющие связи с Евросоюзом, Северной Америкой, менее склонны доверять Путину Мы также отметили значительную корреляцию между транснациональными связями с Европейским Союзом и мнением о том, что внутренние протесты являются легитимной формой политического поведения Растущий вызов российскому режиму Результаты исследований указывают на наличие сдвигов в российском обществе, которые, вероятно, потребуют ответа со стороны существующего политического режима Невозможно предсказать, будут ли реализованы мигрантские намерения, а если будут, то когда это произойдет Однако полученные данные свидетельствуют о наличии важного вызова для российского режима Оставшиеся невыполненными экономические и политические ожидания представителей более молодого поколения могут привести к увеличению уровня иммиграции, а также к потере высококвалифицированной рабочей силы Это требует появления нового нарратива, способного понравиться молодым россиянам по всей стране, которые все больше отказываются от низкооплачиваемых рабочих мест в государственном секторе, и которые становятся все более заметными в акциях протеста, проходящих накануне местных выборов в Москве Феликс Кравацик, старший научный сотрудник расположенного в Берлине Центра восточноевропейских и международных исследований, ЗАИС, ассоциированный член на Филд-Колледже, Нуфельд-Чолеге, а также автор книги «Молодежь в условиях кризиса режима» Сравнительные перспективы в пространстве от Москвы до немецкого ВИМАРа Яутен Регимичевисис, Чампаративи перспечтивис фром Русси от УИМАР Германы Гвиндолин Заси, директор по научной работе ЗАИС, профессор сравнительной политологии факультета политических и международных отношений школы междисциплинарных исследований Оксфордского университета, а также член преподавательского состава на Филд-Колледже Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ